Здравствуйте! Вы знаете, как правильно использовать сахар, чтобы снизить вес, чтобы укрепить иммунитет? Нет? Вы считаете, что это белая смерть? Этот миф в этом видео исчезнет! Нужно просто правильно использовать полезные советы диетолога с качкой некоторые секретные ингредиенты, чтобы превратить, казалось бы, рафинированный продукт питания в очень полезный эликсир здоровья и долголетия. Что особенно важно в условиях пандемии COVID-19. Этот эликсир можно использовать и в профилактике, и в случае некоторых проявлений коронавирусной инфекции. Я знаю, о чем говорю. Недавно опубликовал книгу COVID-19. Что делать? Там 518 полезных советов диетолога. К сожалению, этот рецепт туда не вошел. Поэтому, если вы купили эту книгу, то это видео все равно вам будет полезно. Итак, что мне нужно? Для начала мне нужна емкость, где я буду готовить этот эликсир. И для разминки мне нужно буквально пол чайной ложки сахара. Какой компонент пойдет следующим? А следующим компонентом пойдет корица. Чем она интересна? Она очень хорошо усиливается в присутствии сахара. И в этом случае можно использовать даже при лечении сахарного диабета. Корица помогает работе поджелудочной железе. Ну, конечно, учитывайте другие особенности. Но! Таким способом вы не вылечите диабет. Но в лечении использовать можно. И та рафинированность сахара уже исчезла. Благодаря тому, что в напитке рядом с сахаром оказалась корица. Дальше нужен второй интересный ингредиент. Он тоже, думаю, доступен. И многие его любят использовать. Но в такой комбинации лучше использовать будет более правильно. Это кофе. В данном случае взял арабику. Тут чайная ложка арабики. Она тоже помещается в емкость для приготовления. Ну и, конечно же, вода. Куда без нее? Вода попала в свое время. Перемешиваю. Немножко нужно, чтобы настоялось. Чтобы все-таки кофе и корица немножко напитались. И для чего нужен сахар? Дело в том, что активные вещества, которые находятся в корице и в кофе. А это несколько сотен биологических активных веществ в каждом ингредиенте. И понятно, что теперь рафинированный сахар уже не рафинированный. Он теперь становится растворителем. И те биофлавоноиды, которые защищают сосуды. Которые помогают работе печени, почек, мозга, иммунной системы. Они из состояния агликон, нерастворимого в воде, превращаются в состояние гликозид. И прекрасно будут растворимы в воде. И эта химическая реакция произойдет прямо на ваших глазах. В моей чудесной кофеварке, в которую я и помещаю эту смесь. Запускаю приготовление и расскажу об еще одном секретном ингредиенте. Который тоже в свое время появится в этой смеси. Он очень важен. Он очень важен всегда. Потому что он усиливает действие смеси. Более того, сахар некоторые особенности этого ингредиента смягчает. Действие их на слизистую полость рта, на слизистую желудка, тонкого кишечника. Это очень важный ингредиент. И пока моя волшебная кофеварка готовит кофе, я расскажу про этот очень важный секретный ингредиент. Кто-то кладет его в начале приготовления. Кто-то уже в готовый кофе. Я советую перед окончанием где-то за минуту-две. Просто пока активные вещества из корицы и кофе выходят в раствор. Но, тут мы можем потерять активные вещества. Это имбирь. Свежее корневище имбиря нужно измельчить на терочке. Количество зависит от вас, от имбирных тестов, как вы их понимаете. Количество может быть разное, но, как говорится, по вкусу имбирь пошел в приготовление. И теперь самое оно. Теперь кофе приготовится с имбирем. И что вы получите на выходе? Вы получите сразу вот те действия, о которых я рассказал. А усилит их сахар. Он и усилит активные вещества корицы и кофе. Он смягчит жгучесть имбиря. Сахар. И в этом случае он поможет вам получить те эффекты, которые я обозначил в начале видео. А именно, ускорить обменные процессы. Помочь снизить вес и похудеть. Помочь укрепить работу иммунной системы. Все компоненты работают в этом направлении. А сахар усиливает их активность. Ну и избавиться от депрессии. Как использовать готовый кофе дальше? Емкость на один раз примерно вот такая. Где-то в районе 50 мл. Когда кофе будет готов, помещаю в нее. И употреблять в зависимости от состояния пищеварительной системы. Но! Всегда перед едой. Когда вы используете кофе после еды, вы нарушаете работу пищеварительной системы. И вы не получите ни укрепления иммунитета, ни выхода из депрессии, ни снижения веса правильное. По той простой причине, что для того, чтобы снизить вес, нужно улучшить переварение белков. Кофе поможет. С корицей, с имбирем еще в большей степени поможет это сделать. Я бы это писал в своей книге почти все о кофе. К сожалению, этот способ туда не вошел. Поэтому, даже те, кто купил книгу, из этого видео получат свою пользу. Кофе. Аромат непередаваемый. Через видео. Но вы понимаете, кто готовил кофе с имбирем, понимает, насколько это полезно. И употребление несколько раз в день по такой порции кофе позволит вам работу пищеварительной системы улучшить. Работу печени улучшить. Конечно, нужно учитывать имбирные тесты, о которых я написал в книге COVID-19, что делать. Или можете найти несколько видео. Тоже обозначил сложные использования места при применении имбиря. Имбирь – король пряности. Но этот король может ускорить только в правильном организме, в нужном объеме обменные процессы. И помочь работать всему организму. В целом, в иммунной системе в частности. Для борьбы с непростой коронавирусной инфекцией. Напомню, пандемия только в самом разгаре. Пока не менее 30% людей не приобретут иммунитет. Коронавирус уже не остановится. И эти 30% должны быть не просто в целом на планете. Они должны быть в каждой стране. В каждом населенном пункте. В каждом районе этого населенного пункта. Только в этом случае появится иммунная прослойка. Которая начнет тормозить пандемию. Ну а остановит ее иммунитет у 60-70% людей. Учитывая высокую изменчивость коронавируса. Вряд ли будет когда-нибудь эффективная вакцина на все случаи жизни. Поэтому предупрежден, вооружен. Питайтесь правильно. Пейте и готовьте кофе правильно. А на этой позитивной ноте это видео буду заканчивать. С привычным подписчиком моего канала словами. Крепкого здоровья. И разумного к нему отношения. И пока вы думаете кому отправить ссылку на это видео. Понимаете кто еще не переболел среди вашего окружения. Дайте им эту ссылку. Пусть они укрепят свою иммунную систему. Подготовятся к этому непростому заболеванию. А чем более подготовленное ваше окружение. Тем меньше шансов заболеть вам. Иными словами. Советую вам попасть в те 30% населения. Которые будут знать о коронавирусе. Только со слухом о том. Кто перенес эту инфекцию. Потому что бесследно она не проходит. Даже относительно легкое течение инфекции. Всегда оставляет свой след. Всегда снижает ваши возможности. Ну а правильно приготовленный кофе. Делает другое действие. И ведет вас к активному дозволению. До новых встреч на моих видео каналах. Доктор Скачко и Школа Доктора Скачко. Это YouTube. А также Школа Доктора Скачко в Instagram. Приятного вам аппетита. Субтитры сделал DimaTorzok